Здравствуйте! Привет, привет! Вы молодежь воспитываете? Да, вот сейчас только лекцию читаю. Ругаю нынешнюю власть с мастерком, а я и вас ругаю. Хорошо, давайте. Потому что вот, поверь мне, вот я только сейчас ей сказала. Я из деревни Тамбовской области. Война началась, мне было 10 лет. 4 года голод и в шее. И за эти 4 года деревня хорошая, 300 дворов. Перед самой войной закончилась коллективизация. Теперь смотри, за эти 4 года лихорадка и мышиный тиф. Вот рож скосили, закопнили, а скирдовать не стали, потому что мыши с плоседником. То есть, если заскирдовать, то потом вот это все будет резко. Так вот, понимаешь, какая штука-то? Почему до сих пор, почему до сих пор народ плохо живет? Вот читаю газету, пишут. Вот в 50-м году школьники, вот так. Этот Жириновский, я извиняюсь, мужики. Этот Жириновский. Почему вот это печатают в газете? Нельзя так говорить. Нельзя? А как можно? А молодежь, вон она, посмотри, по эти всякие, у меня этого нет. Молодежь-то чем занимается? Так вот я про это. Вот началась вот эта хрень. Чем лечат? Несняков доктор говорит. Хина и антибиотики. Так вот я к чему? Вот тогда давали желтенькие таблеточки. Вот когда лихорадка была, там местный сельшер управлялся. А когда машины ТИФ, по деревне прошли военные, в каждую избу заходили, сколько человек, и вот вам все желтенькие. Вот я стою перед тобой. Вот, пожалуйста, послушай мой совет. Уж, пожалуйста, прикрути все крантики, чтобы не врали. А то воруют миллиарды. Миллиарды. Ну, как можно? Вот она, Пенза. Вот обыск. Вот 500 миллионов. Ну, это как? Там что, кругом глухонемые? Он же один. Или нашего объявили этого, как его, федеральный розыск, Прокопенко. Он, кстати, он как-то не голодает, Прокопенко-то, хорошо живет, объявляет в розыск. А тут люди говорят, а он вот в Саратове, а на Москве. Врать-то сколько. И потом, кого же, кого же вы обманываете? Вот я, у меня 90 было, у меня никакой льготы, никакой. Тогда, когда очень трудные были моменты, очень. Тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу 50%. Все. А сейчас к городу какое звание присвоили? За какие труды? Трудовой должности. Трудовой. А работал кто? Кто работал, я тебя спрашиваю. Женщины и подростки. Подростки. Правильно, женщин тех уже нет, а вот подросток перед вами стоит. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. Ну и что, на вранье-то куда приедете? Понял, да? Я рада, что встретила. По телевизору каждый день Володина. Володин достал, Володин добыл. Ты где там это выковыриваешь эти? Миллионы-то. Вот, пожалуйста, убавьте вранье и всем скажи. Люди все видят. Вот люди боятся говорить, кто работает, уволят. Но вы же не боитесь. А? Вы же не боитесь. Ну так я готова. Вот если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь все равно. А кого вы задерживаете? Властную нишнюю. Ну как можно вот так говорить? Вот для меня, для меня лично позор. Когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или вот сейчас это такие моменты очень острые. Или вот сейчас, значит, инфляция. 5,8% инфляция. А вот, понимаешь, а вот у меня там гробовые лежат. Там процент 3,5. Ты мне скажи, умный мужик. Это надо быть каким аферистом? Вот еще таким методом обтирать людей. Как может инфляция быть выше вот этого процента? Объясни, бабушки. Так, ну все? Или еще добавить? Хватит, да? Можно добавить. Видишь, я как разволновалась. Ну и не волнуйтесь. Да как же. Понимаешь, обидно, досадно. Такая огромная территория. Такие богатства. И люди сидят, сколько там процентов без газа. Деревни исчезли с картой. Но это же позор. Сейчас мне плакать хочется. Нет, ну вот вы же там. Вот смотри, теперь вот такая у меня голова. Вот я много лет в Совете ветеранов в Фронтинский район. Вот, значит, так. Я вот бывало вот так разойдусь, как сейчас. Мне наш Бронислав Романович Костальцев говорит, ладно, Александровна, тебя посадят и меня с тобой потянут. Вот смотрите, мы сейчас подходили к ларькам, они их поставили. Да видела я. Значит, их не сажают. А вот то, что вы говорите, тоже вас посадят. Так я про это и говорю, врать-то сколько можно. Вот ты посмотри, вот я простая русская бабка. Вот повторю из деревни Тамбовской области. Вот смотри, вот что же получается. Значит, вот в стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку, как понять? Это какому Богу молятся? Что у Бога просят, скажи мне? Когда миллиарды, миллиарды. Ну вас, всех нахрен. А то вы действительно себе сейчас. Так вот, куда же, я же не виновата, что я с вами лоб в лоб в телевизоре каждый день. Подождите, так это значит, так должно было быть случиться? Что? Что? Вопло. Ну, наверное. 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 Вы сказали мне, сказали. Вот. Я вас услышал, услышал. Так вот, понимаешь, какая штука-то. Вот это же сколько можно говорить-то? Уже давно. Посмотрите, вот все равно. Нет, погоди, я знаю, что ты мне скажешь. Не надо. Я тебе один момент. Вот в июне началась война. А в начале сентября, в начале сентября, в мою родную деревню, в Тамбовской области, приносят похоронку. Погиб мой крестный. Знаешь, что такое крестный? Вот. Значит, погиб мой крестный под Москвой. В начале, в первых числах сентября. И в деревню. А она, крестный, жена его, пятого ребеночка родила. Теперь скажи мне, разумная твоя башка, скажи мне, вот эта деревня, этот колхоз, чего только не пережил. Вот если мы работали, я лично работала на колхозном таком, то вот теперь признаюсь, пусть меня накажут. Штанишки, значит, которые внизу была, был шнурочек, и вверху, которые мотали шнурочки. И когда нам без ноги за автоком, говорю, ну, пойдемте на обед. А мы, значит, вот туда вот это вот шнурочек вот так, а туда из насыпочки вот так, и бегом, и бегом. А там уже бабушка стоит с подстилочкой, стелет это на земле, там в катухе подстилочку. Я встаю на коленочке, вот внизу эти развязываю, вот это вот, иначе, Боже, тогда все были у меня из голода. А почему теперь, почему теперь ниже прожиточек, кто этот минимум установил? Почему разворовывают? Почему все уничтожают, скажи мне? Я, ну, чего тебе? Вот ты, ты вообще вот пока, я вот тебе вот так не говорила, ты разве этого не знал? Знал, знал. Сколько чиновников расплодилось. Ну, хватит, я устала. Я иду вот это во Фронзенский район. Мне, у меня 30 января было 90 лет, и 30 января мне пообещали подарок, и вот только сегодня за подарком пригласили, потому что... А я уже с ним, я уже с ним говорила, я вот только сегодня мне позвонили, чтобы я за подарком пришла, еще не знаю, какой там будет кот в мишке подарок, в смысле, какой будет, понял, да? Ну, вот обидно, как обидно. Ведь вот смотри, слов нет, вот слов нет, извращенцы воруют, воруют, и ничего. Вот сейчас этого в Пензе, да, при обыске, 500 миллионов, там что, все были кругом, плохо не мы? Это же, это же всю страну развалили, разворовались, продолжают. Так у меня вопрос, это когда-нибудь закончится? Не закончится. Когда? Закончится. Ну, когда? Закончится, чем зависть, не закончится. Так народ терпит, потому что, вот я говорю, а другие-то люди боятся, если скажут, ее с работы уволят. Или еще куда-нибудь. Кого уволят? У нас что-что? А говорить-то... Да у нас, вот правильно, вот говорят. А, а толку что? Ой, как я разволновалась. А вот, вот он мне давал вот эту медаль тогда вот в родине. Когда нам начали давать медаль. Вот эту вот. Беремику, беремику. Нет, еще, вот эту, вот эту давали. А потом, а потом запретили общаться. Это было в марте. Ох, господи. Водички подойдут? Нет, у меня водичка есть. Ну вот, видишь, какие дела-то хреновые. Проводите по хроме. Пройдите. Хорошо. Здоровья. Люди, откуда же оно будет здоровье? Вот смотри. Вот я каждый год ложилась вот в этот госпиталь. Ну, теперь вот из-за этого в этом году не пошла. Боюсь вот это, не дай бог это. Ну что, все дорожает. Ну как можно, как можно. Всего полно. И сахар, и сахар этого. Беспредел. Нет, нет. Я вас услышал. Так вот, в следующий раз встретимся, палкой получишь. Палкой не получишь. Если чего-нибудь. Ну сколько же можно? Слышалась. Ой. Ну ладно. Давайте. Потихонечку идите. Да я так могу. Я вообще-то... Я вообще-то все порушу. Нет, потихонечку. Мне только вот это вот. Ладно, давайте. Давайте.